Во время выборной кампании у нас было сформировано движение за развитие Иркутской области. Туда вошли представители разных политических партий, разных общественных движений, организаций. И это послужило основой для создания команды, потому что еще в период агитации я говорил, что мы будем создавать правительство коалиционное, правительство народного доверия. И я следую этим словам. Сегодня основа для правительства – это те люди, которые вместе со мной прошли эту всю выборную кампанию. Это представители разных партий, разных фракций и беспартийные. Я не подбираю людей, в первую очередь смотря их в партийный билет. Главное – профессионализм и честность, и порядочность. Что касается действий, то вы знаете, когда говоришь о конкретных земных проблемах, то очень часто люди, которые идеологически находятся на разных, даже на противоположных позициях, они сходятся в том, что вот эти меры или эти действия, эти решения, они совершенно справедливые. Сегодня в Сибири особенно невозможно жить без того, чтобы государство помогало человеку во всех его делах. И можно, конечно, говорить о том, что рынок все сам обустроит, что нужна там свобода всего и всегда, всегда, но жизнь показывает, что тяжелые климатические условия, тяжелая социально-экономическая ситуация, в стране все непросто, поэтому без патриотического влияния, без участия государства, без постановки задачи перед всем обществом со стороны государства ничего сделать невозможно. Мы уже сейчас начали выстраивать другую структуру управления лесами. К сожалению, в прежнем руководстве не было даже министерства такого, которое бы занимался деревообработкой и глубокой переработкой древесины. Поэтому, естественно, что надо выстроить такую структуру, которая бы не допустила таких пожаров. Ну что ж, у нас за несколько лет увеличилось количество площадей пожаров, ну, по сути дела, на порядок. И это стало видно, что это результат того, что отсутствует координация, отсутствуют достаточно такие мощные структуры, которые могли бы еще локализовать пожары, когда они еще небольшие, когда площади небольшие. Конечно, это в основном результат вот такой негативный за этот год. И в прошлом году у нас почти миллион гектаров сгорело. Это отсутствие грамотного профессионального руководства этим комплексом.